здравствуйте дорогие мои зрители с вами это стоит алексей который очень много работает а поэтому может себе позволить вот такой вот кабриолет и у вас тоже будет кое что интересно меня много зрителей просили и писали письма и под видео сделать показать обзор твоего кабриолетика расскажи пожалуйста о нем что нибудь в этом четвертая версия двух тысяч третьего до двух тысяч шестого года пристали нам бензин 192 лошадиные силы без турбом надува шесть цилиндров в 2005 года передние фары прислали из америки вообще открой нам покажи как крыша опускается крыша электрическая полностью то есть она сама заходит вот сюда узы третьей версии руками надо здесь все заходит если ты нажимаешь какую кнопку здесь внутри кнопочка закрыть и открыть и она горит когда выпустили эту машину в 2003 году в середине 2003 года это была самая быстрая автоматическая крыша из всех кабриолетов за 10 секунд она закрывается или открывается круто да когда выпустили эту машину поэтому оно шло на одинаковой линии как паша боксер хонда с 2000 любители просим хонда 2 с 2000 и бмв за 4 они идут в одинаковой одинаковой ценовой категории и примерно с одинаковыми двигателями но у этой самой лучше дизайн да поэтому ты взял мне больше всего нравится первое почему не захотел поршу боксер но из-за того что поршу он очень дорогой в сервисе стоит одинаково совершенно сейчас можно с половиной литра бензина купить примерно за 12000 евро 2000 года как бы цены цены очень низкие у меня у друга есть но она живет ватсапсу да не живет одинаково одинаковый двигатель просто из-за того что порш все вдвойне стоит чем даже у этой бмв если здесь поменять масло бмв официальном сервисе будет стоить 300 евро там будет стоить 600 поменять просто масло мне кажется это банально и глупо из-за того что только значок поршу притом я обожаю бмв ну да ты любитель бмв уже третий ну садись расскажи нам что в машине есть машина очень простая из-за чего я ее и захотел здесь двигатель огромадный впереди хорошее распределение веса зад очень легкий из-за этого эта машина очень веселая можно сказать на дорогах и также из-за этого я поставил 200 5 ширина резины не знал резину купил круто очень к 265 на 30 лет 19 93 из-за того что со стандартной резины которая стала на 225 часто зад машины газовал чуть-чуть на светофории маленько и зад машины чуть-чуть уходил на дорожном переходе на краски и за это я подумал надо надо больше не красивее ты взял и стоят на стыдиски на как боссы есть из америки внутри машины в принципе ничего нет стандартная радио здесь два типа радио стаи радио будешь менять что то делать я не думаю я просто заказал из америки специальный кабель который подключается сделаю дырочку в основном 10 и что подключать кабель аукселя аукс крайне и не надо менять радио ничего понятно выглядит лучше чем любое да вот это короче за классический дизайн конечно понят не надо это машина двигатель так я наблюдаю полностью кожаный салон д вот сюда я втыкаю снимал видео я придумал такую стойку не будет два флага мы будем кататься идет рекламу эти сеточки все стандартные доеду нет это сеточка отдельно было куплено это специальная система что мы не зависим заветение не было внутри всегда ставят но отдельно на 100 лет здесь бородачил бардачок как бы борьба с этой фигней прижавой до сих пор диски еще не выброшу так как то есть которые приятный бардачок довольно большой но конечно сюда что ты ставишь мобильный телефон здесь я бросаю мобильник что неудобно единственное что я заметил типа роутер но вот этих ноу порше гендарь и так далее мало здесь про пространство чтобы уложить свои вещи то и боевая у нас 530 много пространства что положить там а ну это другой класс измените меня конечно здесь ничего нет если мобильник кто то звонит положить его он всегда валяется странным способом но ты еще купил эту машину с крышей мы это показывали да и я реческой ведь металлическая крыша хартон которая в своем времени стоило 6 тысяч евро только сама крыша сколько коробки коробка передач я вижу 5 передач да да у двух с половиной литра ставили 5 передач у трехлитровых двигателей стали уже шесть конечно на автобане лучше было еще шестая скорость но куда по автобану ты гонял 140 она жестко держится чем больше скоростей тем меньше обороты на автобане и меньше потребления полон а давай про расход по городу расскажи расход расход по городу это веселое дело мне говорили что чем шире резина тем больше трения с землей и больше с потребления компьютер показывает примерно одиннадцать с половиной в городе если ездишь нормально аккуратно аккуратно 11 11 с половиной литров на 100 то бензин заливаем 95 у нас хороший очень бензин в европе здесь 95 и 98 только два бензина 98 заливают ferrari lamborghini 95 это стандартный нормальный бензин спотребляет примерно 11-12 в городе ну то есть короче 15 евро на 100 километров минимума на автобане примерно 7-8 литров так что среднее спотребление выходит 10 примерно 9 с половиной 10 литров но она стоит того машина очень восприимчивая приятный звук но за все надо платить в заведении газоней он еще не поставил сюда эти красиво звучит но он хочет еще там что то сделать расскажи пожалуйста про режим спорт становится жестче подвеска для того чтобы стабильность была лучше в поворотах чувствуется когда нажимаем режим спорт как как будто на картинке катаешься если честно но по самому это классно да то есть но по автобану здесь и в городе ты его применяешь нет я принципе на этом не езжу потому что это нет детские игрушки и так нормально машина отлично ездит без режима спорта клеится просто земле хорошо что у тебя еще здесь есть кондиционер но конечно стандартного этих за четвертых уже стали кондиционер когда мир выбирался 3 из 4 конечно за третья ненамного старее не там него всех стали кондиционеры были намного хуже двигатель меньше и хуже з четвертый уже стандартно все идут кондиционерам и была опциям луза 4 еще навигатор если стоял навигатор и и другая это можно посадить на поставить до конкурс он незачем я же сколько здесь аэрбэков здесь 4 4 я вижу россии один боковой в двери процент второй передний его можно отключать если гонять можно его отключать а вот как раз другие выключатель аэрбэка понятного с этим дальше пошли ну и так же сэрбэк и в руле да и здесь в руле конечно ему нормально безопасно да по запасу колонки что здесь вот я вижу колонка лонки идут сзади многие люди не знают конечно у за четвертых есть секретное место чтобы вложить разные вещи закрывается я не ожидал когда начинал смотреть эти машины довольно большой багажник для кабриолета мини бардак все раскидалось да мы показывали восстановились моментально и тебе сказал люди просят в свою очередь порядок он багажник довольно хороших простых что ты сделал с этими сзади сзади пары из-за того что он фары были оранжевые посередине ну а ну новые машины понимаете что оранжевый цвет уже не ставится теперь ставится лампочка просто оранжевый я просто заказал из америки мне прислали наклейки на фарах прямо я увидел то они приходили тебе чики пуки прямо ровные он наклеил приятное на воду приношу там просто примит рост спрей с мылом шикаешь наклеиваешь вот это то заказала на плохом состоянии ты ее обклеил когда к тебе придет белая до должности с недель нужно быть еще недели из америки все из америки еще мы с задницы видим 4 парктроника ну да парктроник ставить вперед парктроник незачем совершенно машина короткая впереди видно отлично они конечно приятная откроем покажи пожалуйста мотор капот конечно восхищает у этой машины он просто огромный то что мотор два с половиной литра бензина бешеная тачка я даже не знаю что о нем рассказывать я друзья не моторист покупали посмотрели все вроде нигде масло не течет все хорошо вот и все вот как купили алекс уже ездит месяц и вроде ничего не течет интересно в этой машине того человека которая зараза раньше была эта машина они поставили антирадар антирадарная система чтобы да все знают что будет тот который нелегальный после примерно 8 в испании не в испании запрещено запрещено установка антирадар был поставлен конечно не понимаю кто так глупо его поставил тебе его врате да я его буду а вот ты еще уже купил из америки получил решетки на данном вот здесь косяк какой то надо что то делать к сожалению уже был нюанс старые решетки которые стояли но это ты все выправишь вешаем а сам вот это противотуманки у нас правильно это тащить машину с резиной мы разобрались включи пожалуйста фары покажи как они светят ближний дальний свет ну и на этом обзорчик мы заканчиваем четко кабриона есть кадры леха очень доволен потому что но он мечтал я уже в видео рассказывал что лучше эта машина чем мотоцикл хотя мотоцикл конечно своеобразно но если он горит вот этими кольцами ты заменил фары старые который ты сейчас продаешь что и у него стандартные вот ибо его сейчас стоят как раз стандарт как я не желаю я не желаю вот они так красиво горят конечно смотрите желательно что ж друзья вы просили сделать мини обзор бмв кабриолет александр и вот он вам вкратце рассказал что еще он хочет дополнить а не отменив